Так, всем здорово, ребят! Как всегда, игра Панзар, потому что ни в чё другое я не играю пока что. И рубрика Сколько же надо кристаллов, сколь... ну... Не то сказал. Сколько же надо кристаллов, чтобы, блин, стать богом Панзара, так сказать, и, ну... Чтобы персонаж был более-менее на что-то похож, а не вот это вот. И не вот это, и не вот это, и не вот это, особенно не вот это, а хотя бы вот это. Чтобы персонаж был хоть на что-то похож, и... И давайте вообще итог такой сделаем, я, то есть, попробую разобраться в этом. Итак, гайд рассчитан примерно вот на такого вот игрока, то есть... Двадцать пятый уровень нужен, двадцать четвёртый, где-то двадцать пятый. И... Ну, и чтобы хотя бы было эпическое предложение на тяжёлое, открыто на всё, на тяжёлое. Если же у вас нет двадцать пятого уровня и не открыто всё тяжёлое, до свидания. Для тех, кто всё открыл, кто у кого всё есть, попытаюсь объяснить, сколько надо кристаллов именно, если вы ленивые и не хотите их фармить, чтобы зажить красиво. Ну, прям роскошно, учитывая заточку, краски и так далее. И шлемаки вот эти вот покупные, которых у меня нету. Ладно, разбираемся. В общем, давайте итог. Мы заходим сейчас, зайду на кого? Вот, на канонира примерно заходим, да? И эпическое предложение. Тяжёлые эпические наплечники. У нас, получается, стоит, ну, почти семьсот кристаллов, да? То есть, первоначальный капитал семьсот кристаллов, это естественно. Так как семьсот кристаллов, да? Ну, вот, опять рассчитано под среднюю экипировку, то есть, должно быть всё среднее хотя бы. Ну, у меня вот тут даже лёгкие есть, средние, лёгкие. Чё у меня тут ещё? Среднее, среднее, лёгкое, среднее, среднее. Ну, и кувалда. Вот. Рассчитано вот под этот примерно уровень. Потому что без этого уровня, без среднего шмота вы ничего купить не сможете. Ладно, сейчас я сам ещё буду попутно считать. Итак, итог. Семьсот рублей. Семьсот кристаллов, начальный капитал. У нас флэпик будет стоить. Семьсот кристаллов. Дальше, естественно, мы докупаем с вами специальное предложение. Чтобы апнуть все свои шмотки в тяжёлые, да? Которые не эпические. То есть, это уже сколько у нас? Получается. Семьсот двадцать три кристалла. Ну, я уже округляю, то есть... Так, не то сказал. Где-то тысяча двадцать три. Ну, в общем, округлять буду округлять. Без всяких, без всяких там копеек. До тысячи, ладно. Тысяча кристаллов у нас стоит. Начальный шмот для такого уровня. Опять говорю, если у вас нет такого уровня шмота, то до свидания. Видео даже не смотрите. Вот. Тысяча кристаллов. Начальный капитал. Далее. Чё мы смотрим? Если у вас уже апнута последняя кувалда, хотя у меня ещё не апнута, то... То тогда двести шесть кристаллов будет стоить эпическое пухо. То есть, тысяча двести шесть кристаллов, да? Тысяча двести шесть. Это... Это уже... Ну, я потом ещё подведу заточку. Там это основная уже сумма. То есть, пока что, чтобы просто-просто-просто одеться, нужно тысяча двести шесть кристаллов. Вот для такого уровня. То есть, если вы играли уже, фармили что-то... Вот. Давайте дальше перейдём уже к главному. То есть, дальше уже идёт облегчение и комфорт нашей игры. Мы заходим вот в эту вкладку, и что мы видим? Комфортная игра, то есть... Чтобы стать батькой, мы, естественно, покупаем комплект вечных банок. Четыреста двадцать кристаллов. Всё это будет стоить тысяча шестьсот двадцать кристаллов. Тысяча шестьсот двадцать, опять округливая. Тысяча шестьсот двадцать. То есть, у вас уже есть комплект вечных банок, и не надо постоянно крафтить вот эту фигню. Хотя я сам крафчу, потому что я не покупаю тут ничего. И, опять, это только для комфорта, опять же говорю. Если кто-то не учёл прошлый мой, прошлый возглас, так сказать, то... То до свидания, потому что я именно говорю, как богом стать. Сколько денег нужно? Далее, это, конечно, необязательно, но желательно купить набор амулетов на тридцать дней. Это триста тысячу кристаллов. Это уже будет, итак, тысяча девятьсот двадцать кристаллов. Тысяча девятьсот двадцать. У нас уже есть фу амулеты. И мы передвигаемся к главному мероприятию. Так, не знаю, ну... Канониру нужно руны на ХП или на мосту больше. Тут разные понятия есть. Так что, в любом случае, нам надо десять рун. Вот, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять шмоток, десять рун. То есть, нам надо два комплекта больших рун. Один комплект больших рун стоит тысяча двести двадцать пять. Да. И, исходя из этого, то есть, у нас получается два комплекта, да, будут стоить тысяча двести... Так, тысяча двести двадцать пять. Умножить на два будет. Две тысяча четыреста пятьдесят. Прибавляем тысяча девятьсот двадцать. Четыре тысячи триста семьдесят. У нас будет стоить фулл эпик. С пушкой, с баночками. И... Плюс все большие руны. Четыре тысячи триста семьдесят рублей. Кристаллов. И амулеты еще причем. Вот так вот, да? Вот так мы уже... Мы уже все. Подвели основную черту. И теперь переходим к такому... Не знаю. Тут уже все, кстати, от везения зависит. Вот теперь комплект улучшений. Сейчас добавили такую штуку, из-за которой париться не надо особо там. Купил такую и живи. Живи, наслаждайся, как говорится. Вот. Четыре тысячи четыреста семьдесят, да? И... Не знаю, сколько надо точно комплектов улучшений. Но я беру оптимальное где-то, блин, для красной, там, для оранжевой полностью заточки. Может быть, им меньше, может быть, больше. Не знаю. Это, говорю опять, зависит от удачи. И вы... Вы пишите в комментариях, сколько надо вам, сколько бы вам хватило. Не знаю. Опять же. Говорю про себя. То есть, я думаю, что вот таких комплектов хватит пять. Именно пять комплектов. Сейчас мы умножим. То есть, пять комплектов это сколько? Мне лень что-то сидеть в уме, вычитать. Поэтому пять комплектов. Это будет тысяча семьдесят... Тысяча семьсот пятьдесят. Пять комплектов стоит для офигенной заточки. Плюс, сколько у нас там было? Четыре тысячи. О, блин. Я даже сбил. Сейчас посчитаем. Так, четыре тысячи. По-моему, сколько? Четыре тысячи триста семьдесят. Вот. Триста семьдесят. Равно шесть тысяч сто двадцать у нас будет. Может быть, я ошибся, конечно. Вы там тоже мне в комментариях напишите. Шесть тысяч сто двадцать у нас будет. То есть, мы покупаем пять комплектов. Это у нас получается подкова более чем на час. И пятьсот тысяч золота. Я думаю, что этого до задницы хватит за глаза, чтобы проточить все свои вещи, хотя бы в оранжевые, на фултам. На красные и так далее. То есть, шесть тысяч сто двадцать рублей. Кристаллов. Думаю, у нас уже будет под семь тысяч мосты. Плюс амулеты все. Ну и давайте уже так. К развлекалову перейдем. Может быть, конечно, и бесполезное видео, но я так просто. Так, эмоции мы учитывать не будем. Ну и краски. Запомните, шесть тысяч сто двадцать рублей. Это у нас получается просто, чтобы стать батькой. Дальше уже можете не смотреть или не учитывать. Дальше идет развлекалово. Думаю, ну краски каждый под себя. Выберите это, соответственно. И шапочку вот такую купить. Двести пятьдесят рублей. Ну то есть... Ну то есть... То есть у меня тут все гораздо по-другому. Но я донатить не буду. Формить будем. Ну вот и все, в принципе. Все, что я хотел сказать. Пишите комментарии. Делитесь своим мнением со мной. Может быть, кто-то другой учел. Кого-то по-другому. Может, и я что-то не дочел. Ну вот этот, видите, берц. Заточка в желтый. Я особо с ним не барился, потому что сам фармил все. Ладно, все. Всем спасибо, ребят. Лайк, подписка, коммент. Удачи, пока.